Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 26-го студеня 1564 года, недалеко от Вёстки-Иванск, в Чашницком районе, Миколай Радзивилл шаститысячным корпусом ущент разбил утрая большая московская войска. В той день на березе Улы назавжды засталося, каля девяти тысячам московцев. Эта перемога продухилила небеспечное излучение царских войсков и на ней кичас стремала у ворванней углыб нашего господарства. Миколай Рудый так само отчувал такую радость соправного патриота, великого князства, тады, кали ягонные отделы вызначилися у облоги из ДБТ Полоцкого, вызволений Полоцкого от московских оккупантов у 1579 годзе. Из историчных документов вядомо, что Степан Батура неодноразово раевся минавито с Миколаем Рудым и шматрозов ставил у приклад своему шматнациональному войску деяние литвинской конницы князя Радзивила. А еще простры годы, кали войска Речи Посполитой беспоспехово штурмавала Псков, Миколай Рудый переконав Стефана Батория, что зараз самый сприяльный момент заключить мир. У вынеку ям за польское замирение было заключено на выгодных для Речи Посполитой умовах. Пашля смерти в 1565 годзе своего стрычного брата, славутого Миколая Радзивила Черного, Рудый становится начале реформацийного руху великим князем Литовским. Захавався оповед сучасника про тое, что стало опошней кроплей для великого Гетмана перед принятием калевинизма. Гастюючу католицким монастыры у Чанстаховя, магнат став святкам, як святары выганяют яблазь небыта апантаннага человека. Пабаченному Миколай Рудый не поверил, и сам у приватной гутарцы распытал яго. Селянин признався, что был подкуплены, а монахи хотели уразить высокого гостя и умацаваць яго у веры. В 16-м стагодзе, темленько Миколай Рудый Радзивилл, это были саправданные мужи стану, и он был джальтменом. И он, например, перешел протестантизм, потому что такие его были переконаниями, он расчаравався идеево, морально у католицизме. И он боронил свою краину, он воевал за ее, и он рабил, ущел, житти, отповедно своим поглядам, отповедно неким канонам этакий, этакий шляхетский. Коли повстало питание об унии с польским королевством, Миколай Радзивилл Рудый твердо выказал свое меркование. Мы – люди вольные, с усяким народом можем пораунацца своими вольностями, пачтивыми заслугами наших продков. А коли хто хоча забрать у меня волю, так буду лечить яго тыранам. Пальчас Люблинского союма 1569 года Миколай Радзивилл Рудый пераможцем многих битвов, укленчивши имя Мьягайлы, заклинау короля Великого князя Жегемонта Августа не подписывать у нею. И уже изъявляючися великим канцлером князств, Миколай Рудый рабил еще, каб отстоивать незалежность наше господарство у складе Речи Посполитой. И он таки застався одиным магнатом, який не принял унии и до самой смерти, не присягнул на ее заховання. Я лечу, что Миколай Радзивилл Рудый можа быць прикладом для молодзи. И добре было б нават, мне здаецца, что войсковую учэльню якую нибудь у Беларуси назвать его имям. Радзивилловцы, кадеты-радзивилловцы. Добра, хучыць. Магла быць другая учэльня, это так сама кадеты-костюшковцы. Необовязкова называть всіх суворовцами, як это в Расею пададзін капыл робіцца. И Радзивилл Миколай Рудый на гэта заслуговая. Яго можна злепить таки в образ героя. Героя нового часу, який паклаў жыцьо на службу Радзиме и сягнул гэтым велікі поспіхи. Памёрнь Миколай Рудый у Вильні у 1584 годзе, маючы 72 гады. А пахаваны бэв у Дубінках, што на сучасны тэрэторіэй Літвы, ў Кальвэніцким саборы, што знік ў Вихуры стагодзю, а ля лёсам было на канаванах, каб зямноя жыццё яшчэ раз патурбавала дух славутага магната. Уже ў пачатку 21-го стагодзе рэшткі тэлаў васьмі працтавніков роду Радзимілаў, ў тым ліку і Миколая Радзиміла Рудога, былі знойдіны археологэві при раскопках гэрадзіща Дубінкі, што на сучасны пауночный Літві. А ў 2009-м годзе адбылось і хурачыстае перапахавання. Так ў другі раз знайшоў спачын непахысны патрыот Велікага Князтва, мужны вояр, вояводат Рокскі і Вилінскі, великий гэтман і великий канцлер Велікага Князтва Літовскага Миколай Радзивіл Руды. Миколай Радзивіл Радзивіл Руды. Субтитры создавал DimaTorzok